Для участия в форуме достаточно зарегистрироваться и можно проходить в зал. Сегодня здесь собрались председатели, активисты советов многоквартирных домов, представители администрации, руководители управляющих компаний, ресурсоснабжающих служб района. Часть вопросов была получена от жителей заранее. До начала форума поступали различные вопросы от жителей. На некоторые из них ответы были даны сразу, с комментариями, фотографиями. На некоторые я и мои коллеги ответим и сейчас. Ответ на каждый из присланных вопросов озвучил тот или иной чиновник или представитель ответственной службы. После этого начались вопросы из зала. И надо отметить, что их спектр был весьма широк. Замечательные какие-то жители, проезжающие мимо, сняли и увезли решетку на Ребневский. Почему нельзя мне цепаритету изъять эту квартиру, предоставить другую? И когда я его проводила по мусорным площадкам, он сказал, что есть программа. Одна из задач форума – аккумулировать обращения граждан, создать полный перечень всех проблем, чтобы потом с каждой из них полноценно работать. У нас очень много структур, в которые можно пожаловаться. Но конструктивно решить вопрос, на мой взгляд, можно только во взаимодействии. То есть, услышав проблему от жителя, соответственно, в нужном ракурсе она преподносится до ответственных сотрудников, которые потом стараются это все решить оперативно и в максимально сжатые сроки. В этот раз на форуме «Управдом» был опробован еще один формат. Кроме жителей, которые задавали свои вопросы, к микрофону подошла и представитель руководства одной из муниципальных организаций. Как правило, они не задают, а отвечают на вопросы граждан. У меня вопрос к Александру Борисовичу, касаемый многочисленных обращений жителей микрорайона Бутово-парк, каким образом содержится уличное освещение на данной территории, потому что мы знаем, что произошла смена застройщика. Была сделана проверка, составлен акт на двух листах с недостатками. Эти документы мы направили застройщику, что готовы принять муниципальную собственность уличного освещения после приведения его в надлежащее состояние. Появление этого формата обусловлено тем, что зачастую самим жителям сложно разобраться в большом потоке информации и четко сформулировать тот или иной вопрос. Кроме того, открытое, а не кулуарное решение наболевшей проблемы позволяет гражданам видеть, как движется работа. Это способствует лучшему взаимопониманию, эффективной работе, совместной эффективной работе. И потом уже, когда жители втягиваются сами в процесс тех или иных мероприятий, они уже немножко по-другому смотрят на ту или иную проблему и помогают нам доносить эту информацию, в том числе и до своих соседей, до своих жителей домов. И после окончания форма многие участники расходиться не спешили. Но теперь обсуждение отдельных вопросов проходило в неформальной обстановке. Кроме того, чиновники давали свои личные контактные данные, чтобы связь с жителями была еще короче. А дальше начнется работа. В течение недели протокол формируется, пересылается в ассоциацию. Для согласования мы добавляем, исправляем, с чем-то не согласны, что-то упустили. И потом подписываются всеми сторонами. И, естественно, происходят встречи по каждому вопросу, который был не решен, проблемы решаются. Надо отметить, что проведение форума «Управдом» в формате конструктивного диалога оказалось весьма полезной и для чиновников, и для жителей. И будет применяться в последующих мероприятиях. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.